друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств ну и сегодня у меня на канале будет краткий обзор на целый ряд наушников от компании и пизет они хорошо известны и среди геймеров и аудиофилов которые предпочитают недорогие проводные наушники тем не менее с очень хорошим звучанием сегодня мы посмотрим на заслуженные проводные наушники g10 которые были представлены специально для геймеров у них очень отчетливые басы и серединка и отличное позиционирование что действительно очень актуально в играх и комплект поставки здесь довольно таки богаты и расширены опять же то что любят геймеры ну а еще одной проводные наушники опять таки заслуженные хорошо известные среди аудиофилов которые предпочитают недорогие проводные наушники которые получили 10 миллиметровые динамические драйверы и диафрагму из полиуретана и жидкокристаллического полимера но и частотный диапазон тоже порадует многих фанатов музыки от 20 герц до 20 килогерц ну а импедант здесь на уровне 32 ом в общем давайте посмотрим на эти наушники ведь у них есть как некоторые похожие черты так и различия обе версии наушников поставляются в такой плотной приятной картонной коробке которую открываешь как коробку дорогого шоколада здесь у нас даже вот такая вот листик вощеной бумаги есть который вот так вот убираешь и находишь здесь сами наушнички и вот такой вот логотипчик епз это у нас епз g10 и здесь у нас имеется довольно длинные съемные кабели ну и сами наушнички довольно таки тяжелые приятные на ощупь и выполнены из полимерной смолы но и здесь уже имеется пара амбюшюр но а в комплекте вы найдете дополнительный кармашек в котором находится целая россыпь аксессуаров здесь у нас и ультрафиолетовый фонарик потому что это игровые наушнички и в ультрафиолетовом свете они будут сверкать также у нас здесь находится пакетик с большим количеством дополнительных амбюшюр причем как серого так и зеленого цвета под цвет наушников дополнительный переходник с одного трех с половиной миллиметрового джека на два джека для раздельного подключения микрофона и наушников ну и естественно вот такая вот прикольная сумочка мешочек для переноски здесь использован очень классный мягкий кабель который не дубит даже при низких температурах ну а сами наушники крепятся на вот таким вот образом амбюшуры которые идут из коробки подойдут большинству пользователей с со стандартными ушами мне они вот как раз на то что надо у них имеется отличная пассивная шумоизоляция то есть они ну реально сразу же обрубают все внешние звуки сидят в ушах очень комфортно и удобно но и за счет использования заушного провода то что они пропускаются за ушами они не вывалятся даже если дернуть за провод ну и здесь имеется также у нас микрофон и регулировка громкости плюс-минус но мне очень понравилось звучание этого микрофон чека давайте я вам сейчас покажу как записывается звук с этого микрофона и как он звучит раз два три четыре пять вот таким вот образом звучит микрофончик от наушников epz g10 так что вы без проблем сможете пользоваться ими как довольно качественной игровой гарнитурой ну и что касается звучание мне действительно все очень понравилось действительно ощущается насыщенные басы и четко выделенная середина наушники отлично подойдут как для геймеров так и для любителей клубной и рок музыки ну а с точки зрения громкости запас здесь просто колоссальный на на максимальной громкости слушать ну не то что не комфортно а просто опасно для ваших ушей безумно громко я предпочитал слушать музыку примерно на 30 40 процентной громкости это был некоторый запас но и не давайте попробую я вам продемонстрировать как звучат эти уши в общем у epz получились действительно отличные игровые наушники игровая гарнитура для всех тех кто предпочитает вот такие вот затычки они массивные полноразмерные наушники смотрятся они очень стильно и звучат потрясающе а если учесть что продаются примерно за две тысячи рублей то это однозначно один из лучших вариант за свои деньги но давайте теперь посмотрим на q1 pro здесь такая же коробочка правда в другом цветовом исполнении синего цвета и также смотрится как коробка дорогого шоколада ну а сами наушники здесь уже такого насыщенного синего цвета также уложены в виде сердечка но а амбюшуры изначально из коробки здесь не надеты здесь у нас уже имеется довольно плотный витой четырех жильный кабель также имеется микрофон и кнопки регулировки громкости как заявляет производитель здесь используется довольно дорогой качественный немецкий кабель от ли они кабель четырех жильный из монокристаллической меди так что должен обеспечивать шикарное качество звучание также здесь у нас имеется возможность смены кабеля если вдруг в какой-то промежуток времени что-то произойдет ну и сами наушники выполнены также из специальной полимерной смолы с помощью 3d моделирования но а по тех характеристикам все очень похоже на g10 здесь комплекте поставки вы найдете пакетик с амбюшюрами они вот такие вот черно прозрачные три разных размера инструкция но и такой же мешочек для переноски я использовал средний по размеру амбюшюры именно с ними мне комфортнее всего но и с точки зрения звукоизоляции здесь она естественно пассивная но очень хорошая также как и в g10 но абсолютно практически полностью отрезаются все внешние шумы ну и что касается звучание то тут тоже она на высоте наушники однозначно звучат на свои деньги однозначно можно сказать что наушники больше всего подходят для мелодичной музыки если вы бас хэ то точно проходите мимо нет конечно эквалайзерами можно что-то подкрутить под навертеть но из коробки как говорится это довольно спокойные наушники хотя и с плотным звуком лучше всего здесь звучат акустические гитарные партии и вокал если вы любите наслаждаться рок музыкой то получите однозначно удовольствие слушая музыку с помощью q1 pro опять же максимальная громкость здесь очень и очень с большим запасом также как и в g10 выкручивать на максимум совершенно не обязательно 20-30 процентов норма при прослушивании в тихом помещении плюс можно добавить до 40 50 если вы на улице или в метро ну а на максимальной громкости но по крайней мере мне кажется чрезмерно давайте я теперь попытаюсь на дать вам ощущение того как звучат эти наушники у наушников также имеется регулятор громкости и встроенный микрофон но и вот таким вот образом он будет звучать раз-два-три-четыре-пять сейчас я записываю звук с наушников со встроенного микрофона epz q1 pro 1 2 3 4 5 вот таким вот образом будет звучать микрофон в общем и целом можно сказать что у epz получилась отличная линейка наушников как игровая g10 так и вот это вот аудиофильская q1 pro которая отлично подойдет для тех кто любит слушать мелодичную музыку это недорогие наушники но а за свои две с половиной три тысячи рублей за которые они продаются на том же алиэкспресс как мне кажется вариант отличный так что если вы выбираете игровую проводную гарнитуру либо же гарнитуру для прослушивания музыки присмотритесь к наушникам от epz g10 и q1 pro изготовлены они отлично и демонстрируют отличное качество звучания ну а на 7 я буду завершать надеюсь вам понравилось с вами была из подписывайтесь на канал ставьте лайк всем пока